Добрый день, уважаемые коллеги! Мы студенты 4-го курса 8-го группы лечебного факультета Политант Максим Андреевич, Кондрашки, Милан Евгеньевич и Бахин Игорь Сергеевич. Представим вам тему нашей работы. Результат ракетирования пациентов в распроэнхиальной акме, страдающих от депрессии в период коронавирусной инфекции. Начнем с актуальности. Согласно официальным данным, 28 ноября 2019 года, на 2018 год подобные заболевания в абсолютном значении зарегистрированы 52 833 случаи, тогда как на момент 2000 года их было 46 170, а на момент 2008 года 43 221 случаи. В относительном значении за 2018 год всего зарегистрировано 369,8 случаи заболеваемости из-за расчета на 1000 населения. Однако в 2000 году 317,2 случаи из-за расчета на 1000 населения, а в 2008 году 317,8 случаи из-за расчета на 1000 населения. Согласно данным территориального органа Федеральной службы и государственной статистики по Саратовской области на 2019 год зарегистрировано всего 367,9 случаи заболеваемости с патологией и дыхательной системой из-за расчета на 1000 человек населения. Ответим также, что по официальным данным, 39,3 случаи от 1000 населения имеют впервые установленные диагноз. По оценкам его в настоящее время от астмы 100 до 205 миллионов человек. Бронхиальная астма создано вызывать психологические проблемы – депрессии и неврозы. Депрессия во время астмы может сформироваться при применении медицинских препаратов, на основе гормонов, шевозейственную психику. Подобный эффект также возможен при использовании противоспозитного ингалятора или пилюли, применяемых при лечении астмы. Соответственно, цель работы состояла в рассмотрении принципов борьбы с депрессией пациентов и студентов вузов города Саратовой области, страдающих от бронхиальной астмы в период пандемии COVID-19. Задача – разработка анкеты по изучению мнений респондентов, проведение анкетирования, анализ результатов анкетирования и вывода, изучение нормативно-правовой базы. Приказы. Приказ номер 448-го в организации учебного процесса в СГМУ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 2020-2021 учебный год. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 11 апреля 2020 года о направлении рекомендаций по применению СИСЛИ для различных категорий граждан при риске инфицирования COVID-19. Материалные методы. Для достижения поставленной теле проведено анонимное анкетирование домоважного носителя среди пациентов аллергоцентра из ГМУ имени Василия Ивановича Урзумовского. Выборочная совокупность составила 100 человек, представлена на таблице 1. Были также проанкетирование в электронном виде студентов следующих медицинских учреждений по Саратовской области из ГМУ имени Василия Ивановича Урзумовского, из ГУ имени Чернышевского, из ГТУ имени Гагарина, из ГУА, из ГАУ имени Вавилова. Выборочная совокупность составила 100 студентов, представлена на таблице 2. Опрос проводился с помощью специальной разработки анкеты. По следующей анализе результатов мы произведем путем сравнения ответных студентов различных фундов вузов города Саратов, а также пациентов аллергоцентра из ГМУ имени Василия Ивановича Урзумовского, Минздрава России. Для статистического и математического анализа полученных результатов используем пакет прикладных программ StatGraph, Plus for Windows 6.0, а также Microsoft Excel. Результаты. По мнению респондентов можно сделать вывод, что студенты города Саратов, а также пациенты, работающие в здравоохранении, практически никогда не испытывали подавленности. Напротив, пациенты, не относящиеся к сфере медицины, довольно часто испытывали чувство подавленности. Поанализируем данные респондентов, относящихся к сфере здравоохранения, по вопросу возникновения приступов удушья во время аллергии при использовании дезинфицирующих средств. Отметим, что студенты Саратовского ГМУ имени Василия Ивановича Разумовского, волонтеры-медики, санитары и медбратьев, превалирующие в большинстве не испытывали приступов удушья во время протекания аллергосических реакций. Однако, совершенно иная ситуация сложилась с пациентами аллергоцентра, где же большинство испытывали приступы удушья. Рассматривая зависимость возникновения плохого настроения от приступов удушья, можно прийти к выводу, что основная масса студентов из коммунистов Василия Ивановича Розумовского, как и других вузов из города Саратова, утверждает, что их самочувствие не зависит от признаков удушья. Переходя к анализу ответов респондентов аллергоцентра, следует отметить, что большинство респондентов ярко прослеживало зависимость плохого настроения от приступов удушья. Разматривая частоту приступов удушья и длительность депрессивных состояний в период коронавирусной инфекции, следует отметить, что при анализе ответов эспонентов, работающих в сфере медицины, было установлено отсутствие зависимости приступов удушья с длительностью депрессивных состояний. Напротив, у эспонентов, не связанных с медициной, данная зависимость наблюдалась в большинстве случаев. Вопросы по влиянию астмы на возникновение депрессии, по словам эспонентов, получили следующие результаты. Были существует студентов с ГМО, пациентов на дифекологическом системе здравоохранения, не отметили отсутствие влияния астмы на возникающую в них депрессию, так как люди, не связанные с медициной, отмечали обратные в большинстве случаев. А проанализировав данные по метам борьбы с депрессией, были получены следующие результаты. Большинство респондентов позволяет депрессии с помощью медикаментозной терапии, в особенности студентов из ГОМУ и Милосилия Валеновича Розумовского, и пациентов, страдающих от альтернативной астмой, работающих в сфере здравоохранения, а люди, не имеющие связи с медициной, предпочитают медикаментозную лечение, занятие йогой и общение с друзьями, следующие данные. Студенты как из ГОМУ и Милосилия Валеновича Розумовского, так и студенты других вузов города Саратова в большинстве случаев не испытывали никаких ограничений, однако совершенно иная ситуация сложилась с работающими респондентами. В большинстве случаев они испытывали ограничения. 13-14 сентября 2020 года был произведен эксперт-опрос, касательно опроса обеспеченности СИС и ДЕС-средствами, основываясь на приказе о выдаче средств индивидуальной защиты в период распространения коронавирусной инфекции. Студенты вузов города Саратова в революрующем Валеновиче получали маски и дезинфицирующие средства. Но, если учитывать показатели опроса респондентов Валергоцентра следует отметить, что пациенты с диагнозом брахиальной астмы, работающие в сфере здравоохранения, получали в полной мере комплекты СИС, то пациенты, работающие на различные частные государственные организации города Саратова в Валеновиче СИС, недостаточно, а именно получающие СИС составило большинство. Однако четверть респондентов ответила, что не были готовы обеспечить СИС своих сотрудников в полной мере. Далее, рассматривая вопрос об измерении температуры в организациях, согласно приказу Министерства здравоохранения 19 марта 2020 года, номер 198, о временном порядке организации или работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, отметим следующую динамику. Большинству респондентов из ГМУ имени Василия Ивановича Разумовского производилось измерение температуры в корпусах, тогда как у других вузов города Саратова, тогда большинство ответило обратно. Ситуация по вопросам пациентов Олега Центра была похожа по оснащению средствами защиты, а именно, работники сферы здравоохранения в 100% случаев проводили измерение температуры, согласно приказам. Но стоит отметить, что у респондентов, не работающих, сложилась иная ситуация. Большинству респондентов производили измерение температуры, а так от 35 людей у них. Были сформулированы следующие выводы. Чувствую подавленность у студентов различных вузов и не работающих. Респондентов в здравоохранении появилось и проявлялось гораздо чаще, чем у работающих в здравоохранении респондентов и студентов из ГМУ. Но, тем не менее, подавленность иногда наблюдается респондентов, начавшихся в сфере медицины, что, скорее всего, связано с более глубоким знанием клинических картинок заболеваний и профилактических приступов в души. Также длительность депрессии более выражена у студентов вузов. Респонденты, длительно болеющие бронхиальной астмой с годами, становятся более устойчивыми к подавленному состоянию, нежели молодые студенты. Третье. Бронхиальная астма не мешает студентам в центрах, связанных со сферой здравоохранения, выполнять привычный объем учебной работы. Так как респондентам не связан с медициной, утверждали обратное. Следовательно, можно предположить, что работающие респонденты несколько тяжелее переносили заболевания, чем их оппоненты. В связи со снятием ограничений, студенты вышли на очную форму обучения, а пациенты на работу. Работодатели обязаны выполнять приказ распространенного двора по обеспечению сотрудников и студентов СИС. В организациях в сфере здравоохранения респондентам было отмечено стопроцентное выполнение требований к работе в условиях коронавирусной инфекции, что нельзя сказать о других сферах своей деятельности. Большинство респондентов относятся к возникающим трудностям лояльно, преимущественно подавляя депрессию с помощью медикаментозной терапии. Студенты из гиму имени Василия Ивановича Розумовского и цепациенты, страдающие от роткиальной астмы, работающей в сфере здравоохранения. А оброченные, не имеющие связи с медициной, предпочитают медикаментозному лечению, занятию йогой, общению с друзьями и прибегают к помощи психолога. Спасибо за внимание. Продолжение следует...